Владимир Владимирович, ну как, вот перед тем, как вы расскажете, что происходит, я просто хочу, чтобы наши уважаемые зрители поняли, о чём идёт речь, когда мы, например, говорим о Северной Корее. Расстояние. Сеул, 25 миллионов человек. От пуши, которого отделяет, это расстояние, как от Химок до Кремля. Хотя, это звучит, что это всё далеко, Северная Корея, Южная Корея, а расстояние между двумя столицами, как от Москвы до Тулы, примерно. Если туда прилетит ядерное оружие или что-то случится, там будет сложно отделить пепел Северной Кореи от пепла Южной Кореи. Уровень безумия, к которому подошёл мир, он уже истончился настолько, что уже можно говорить не о том, что есть какой-то предел, а уже волосок. Достаточно испугал? Ну, надо согласиться в том плане, что ситуация действительно опасная. С одной стороны, схема известная. Если у президента США не идёт внутри что-либо, он начинает действовать в международных отношениях. Но тогда это было, допустим, бомбили Югославию. В ответ ничего не получили бы они. Куда? Даже если была бы ракета и артиллерия, что могла Югославия? На кого напасть? Это невозможно было. Напали, когда на Ирак, Буш-младший. Опять в ответ ничего, потому что сплера подкупили всех генералов, вся ПВО заткнулась, ни один смёт не взлетает. То есть прогулка была до Багдада. То есть здесь-то совершенно всё другое. Здесь Азия, которую Америка совершенно не знает, поскольку мы не учитываем войны с Китаем, японские захватчики. То есть там азиатский... Вьетнам чего стоил? И здесь хитрый вариант президента США. Он угрожает, угрожает, а потом добавляет фразу. Если КНДР что-либо сделает против США. Сделает. Вот угроза эта устная. Вот если вот потопит какой-то катер американский, или в сторону Гуам всё-таки какая-то ракета взлетит, но не долетит даже, они уже предупреждают, что 30 километров будет недолёт. КНДР. Но будет недолёт даже 40 километров. Могут что-либо сделать. Поэтому ещё в чём опасность. У всех предыдущих президентов было нормальное отношение с элитой. Их любили, чуть ли не боготворили. И не было явного намерения отправить в отставку. Тем более у Клинтона был второй срок. А Буш младший быстренько вышел из положения на Ближнем Востоке. Вот здесь, если всё-таки Дональда Трампа будут душить внутри, то в состоянии отчаяния он даст команду совершить нападение на КНДР. А в состоянии отчаяния они решили приблизить инфраструктуру НАТО уже совсем к нам. Когда уже на Украине строят? А это уже Молдовы, а это у них в состоянии отчаяния. Это он закрывает глаза, это делает Пентагон. Они это обещали сделать ещё в 15-м году. Это действительно тоже, это большая война. КНДР это вот мышка, допустим. А вот здесь тигр, огромный слон, там лев огромный, русский. В Одессе они продолжают окружать. Образ медведь. Медведь, да, медведь. Вся Россия огромная берлога. И вот медведь может встать и лапами всю Европу закрыть. А ногами там распихать Японию и всё, что попадётся по пути. То есть вот здесь продолжают окружать. Такой нервический медведь, с судорогами такой. То есть, американский президент действительно хочет стать хозяином планеты. КНДР разбомбить, несколько миллионов наплевать, подумаешь. Венесуэла там что-то с демократией не так. Представляете, опять, опять учат всех. Опять учитель есть у нас. Главное у нас школа, планета Земля это школа. И директор школы Дональд Трамп. А мы все ученики. Плохие классы, хорошие классы. И он говорит, плохо ведёте себя, ребята. Здесь бомбить, а сюда спецназ направить. А русских окружать базами. Это, конечно, чудовищно. Потому что такого количества баз и иностранных солдат, НАТО, подошедших к границам России со всех сторон, это не на уровне Польши, Советский Союз. Это по всему периметру они встали уже. Даже в Афганистане они стоят. И КНДР нужно бомбить. Пока они бомбят, они будут ракеты ставить. И не против КНДР, а против нас. И против Китая. То есть идёт подготовка. Замкнуть со всех сторон. Для чего? Он будет гуманист. Мы отказываемся применять против России ядерное оружие. Но своры НАТОвских войск со всех сторон хлынут через наши границы. И, конечно, на первом этапе они какое-то количество территорий сумеют оккупировать. Но тут вступится гвардия ЛДПР. Но здесь... Соколы Жириновского. Здесь мы до сих пор будем отстаивать позицию нанесения превентивного удара. Когда будет приказ НАТОвским войскам в 4 утра перейти границу... В 3.58 вы отдадите... Нет, за сутки до этого. А вы откуда узнаете? А? Везде шпионы. Весь мир шпионы. Ваши? Проститутки и наркоманы. Вся планета. Вся планета. Везде. Вся элита. И запросто всех купить. За полушку. Он русский на Украине. Сдались и все. Они уже украинцы. Это же смешно. Ну, такую социологию... Это что такое вообще? Я еще никогда не встречал. Я думаю, войдете во все учебники социологии... Запросто. ...по такому жесткому распределению лица. Как только наши войска вынуждены двинуть по дорогам Европы, все быстренько-натовскую форму порвут, флаги натовские сбросят, и везде русский флаг будет. По всей Европе. Какой русский флаг? Флаг ЛДПР. Связать будет. Ну, это кое-где и флаг ЛДПР. Понятно. Я хочу показать, что самый высокий уровень дискуссий в мире, вот здесь. Вы же берите. В Москве. Во вселенском Москве. Во вселенском Москве. Москва, вот это наше правительственное телевидение, вот это вот трибуна. Стоят представители разных народов, так сказать, и говорят все, что хотят. И мечтой о мире живут. А нас даже к границе не отпускают. Стену строят, представляете? И они называют, что у них демократия. Не, не волнуйтесь. У них стена Яценюка, она плохо отличима от отсутствия стены. Значит, я... Такая стена бешеного кролика. Стена вроде есть, но ее нет. Деньги сворованы. Коротко еще раз одной фразой напомню украинским товарищам, что когда мы брали Очаков, русский генералиссимус Суворов, ничего не было. Не был генералиссимусом, да. Ни Одессы не было. Ни Николаева. Брал Потемкин. Ни Днепропетровская. Ничего не было. Степь была. Хоть это нужно... Покажите фильм на вашем телеканале. Это... Турки были. Предлагаете документальный? Да, хронику дай. Есть проблемы с хроникой того века. Плохо сохранилось. Ничего, что-то можно найти в основном. То есть, слово Украина не звучало, нигде близко духу не было. И русская армия шла по степи. Чернигов был, может быть, еще. Чернигов маленький город по пути русских князей из Пскова в Константинополь. А сегодня вы говорите, что вы Украина. А Киев? Что Киев? Забыли. Да Киев, он не был... Киев не по дороге вообще. Он был не кем, а маленькая деревня. Не по дороге в Крым. Маленькая деревня в составе Польши. Вы никогда ничего не были. Я об этом говорю. Что русская армия бьется с турками. Через 200 лет там говорят, это вот Украина. А где украинская армия? Бейте с турками, пожалуйста. Мы сохраним жизни русских солдат. Миллионы легли там. А самое главное, построили страну. Не миллионы, но не страшно. Нет, ну за все периоды войн. За 200 лет. За 200 лет, это же сколько мы положили. И построили главное. Ладно, допустим, мы победили военная победа. Но все города возникли, как в сказке. Днепропетровск. Николаев, так сказать, Одесса. Донецк. Луганск, ничего же не было. Ничего. Днепропетровск из города стал рекой. Они его теперь Днепр называют. Утопить пытаются память народную. Это одна сторона. Как бы это просто я потребую от вашего канала. Дайте историческую хронику. Не, вы требуете от нас. Тот день, в то время, когда мы брали очаков, что было на всей этой территории? Да где были военные наши корреспонденты? Почему не снимали взятие очаков? Я согласен. Так вы в детстве показывали фильм. Хороший вопрос. В детстве. Нам в учебниках мечтали. Взятие очаков. Это все известно нам было. Я понял. Предлагается повторить? Нет, нет. Фильм покажите сейчас. Фильм? Я думал взять очаков. И покажите маршрут движения. Что там не было... Ничего не было вообще? Если ничего не было, то с кем мы бились? С турками, а турки южнее. Правильно, значит турки были. Османская империя. Вот они были. И мы их выгнали с Черноморского побережья. Они навсегда покинули его. Вы аккуратнее. Крым? Турки ваши друзья. Друзья, но 200 лет назад они... Мы с ними были в САЖБ. Мы их убрали. А эстонские вот дамы из Эстонии? Сейчас турки? В очакове не были. Нет. В очакове не были. Вы были частью шведской империи. И 300 лет назад шведский король нам подарил эту землю, которая эстония называлась. Ревель, а не Таллин. Не дарил он вам ничего. А что он продал? Продал. Продал. Так же как в поляке продали Киев. Но Киев об этом предпочитает молчать. Им спитно. Но Эстонии не было. Не было. Литва была. Эстонии и Латвии вообще в историческом аспекте не было. А теперь у вас из нас голова болит. И русский город Юрьев вы сегодня называете Тарк. Владимир Владимирович, я понял. А как назывался русский город Вашингтон? Сразу, чтобы сократить исторический экспорт. Это мы... Следующая задача. Понятно. Среди нас героев. Надо всю историческую правду показывать и объяснять. К дню сегодняшнему. Чтобы дети наши росли и понимали. Если рассказывать историческую правду, то одни евреи будут. Потому что Авраам с Сарой, как описано, и столько наплодили детей, что аккуратнее, Владимир Владимирович, в каждом можно найти еврея. Да. Ну что? Абонир Владимирович, что вырезано через Сан-Франциско. Вот. Но там Форт Руд. Там Форт Руд. Кратко. Я кратко. Потому что это не прозвучало. И вот, вашему вниманию, Карасёв, в том же 1994 году, когда было Будапестское соглашение, президент Клинтон подписал официальные документы по концепции безопасности США, где чётко написано, если где-то произойдут действия, совершатся какие-то акты в какой-то стране, которые будут противоречить национальным интересам США, США имеют право нанести удар. Что это означает? Вот если какая-то страна перестала поставлять газ или нефть, или какие-то вещи, продукцию, они это приняли, это их право, они себе такое право присвоили. Если мы когда-то скажем американцам, что из-за Украины мы не можем что-то делать хорошо с американцами, у них есть право долбануть по Украине. Это, к вашему сведению, это концепция всех американских президентов. Они себе такое жестокое, страшное право присвоили, в 94-м году, сейчас 2017-й, а вы нам про Очаков говорите.